Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Легендарные 34-ки, бомбардировщики и Катюши. В Парке Победы уникальная выставка. Вдруг посреди площади у нас самолет. В день окончания Второй мировой войны в Омске оживили историю. В регионе прошли десятки патриотических акций. Пошел за хлебом и заодно поставил прививку. В городе появятся медкабинеты на колесах. Это наша российская вакцина, которая делает уже много-много лет. А поликлиники будут работать даже по субботам. О чем еще в эфире 12 канала рассказала глава Минздрава Ирина Солдатова. Горячая сибирская дерби на старте сезона. Омский авангард сегодня сыграет первый матч. На кого ставят эксперты? Шесть часов под прицелом автомата. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Омске вспоминают самые страшные теракты. Ни одна бабочка не пострадает. Это будет рекреационная зона. В Минприроды начались общественные слушания. На повестке судьба Дендросада имени Гензе. И Франкенштейн среди машин. Жители Называевска собрали в гараже монстр-трак. День окончания Второй мировой войны отмечает Россия сегодня. Закон о переносе памятной даты Госдума одобрила в апреле. Именно 3 сентября. Ранее считалось датой победы над Японией и днем всенародного торжества. Сегодня утром глава региона Александр Бурков возложил цветы к памятнику матери-сибирячки в Парке Победы и почтил память павших на полях сражений героев. После был дан троекратный оружейный залп. Парк Победы вообще одна из главных точек празднования дня окончания войны. Сегодня здесь развернули настоящий парад военной техники. Каждый мог увидеть легендарные 34-ки, бомбардировщики и катюши. Почему вход на выставку был разрешен, только со смартфонами узнала Анна Кокорина. Такого в Парке Победы еще не было. Вдоль центральной аллеи припарковано легендарное оружие времен Великой Отечественной войны. Здесь вы увидите противотанковую пушку «Сорокопятку», систему залпового огня «Катюша» и, конечно же, одномоторный бомбардировщик Як-9. Правда, все это через экран собственного смартфона с помощью особого интернет-приложения, дополненной виртуальной реальности. Умная программа покажет технику со всех сторон и расскажет, что, например, бомбардировщик П-8 заслуженно получил прозвище «Ночной кошмар Берлина». За годы войны на территорию врага он сбросил около пяти миллионов бомб, в том числе и самые тяжелые, пятитонные. Такие стирают с лица земли целые города. Через приложение можно услышать и разрушающую музыку сталинского органа. Так фашисты прозвали легендарные «Катюши». Направляющие машины напоминают музыкальный инструмент. Зал дивизиона «Катюш» из 12 машин накрывал площадь 30 гектаров. 30 гектаров в огне. Виртуальная выставка военной техники – часть масштабного проекта Омских библиотек «Звезды Победы». К 75-й годовщине здесь сделали подборку десяти изданий о военном лихолетии. В перечне мемуары полководцев, воспоминания очевидцев, газетные сводки и художественные произведения, основанные на реальных событиях. Макеты книг установили в Парке Победы. Каждый оснащен QR-кодом для скачивания приложения на смартфон. Потрясающие впечатления, потому что это очень необычно. Когда вот здесь, в парке 30-летие Победы, вдруг посреди площади у нас самолет старой такой версии. Еще и пропеллер у него крутится, и практически в кабину можно зайти и все это посмотреть, как оно на самом деле. Вот в таком полном объеме, в полном размере. Посетить виртуальную выставку военной техники «Амичи» могут и самостоятельно. Бесплатное приложение доступно в Плеймаркете и Apple Store. Набравшись впечатлений, обязательно обратитесь к книгам. Ведь за каждой легендой вооружения – судьба героев Великой Отечественной. Анна Кокорина, Сергей Никифоров, 12 канал. «Амичи» написали «Диктант Победы». Это всероссийская акция. Всежелающие смогли проверить знания событий Второй мировой. Прошел диктант в формате теста. Чтобы ответить на 25 вопросов, было 45 минут. Сейчас бланки уже перевезли в региональный информационный аналитический центр. Там их сканируют, чтобы проверить правильность ответов на компьютере. За партой сегодня сел и Александр Бурков. Губернатор отметил, вопросы действительно были сложные. Однако, по мнению главы региона, это лишь подогревает интерес к истории. На самом деле, вопросы были интересные. Если бы, конечно, в предберии было время подготовиться и было какое-то направление, то было бы легче. Интерес к истории в любом случае пробуждает. И воспоминания у тебя тоже появляются. Это очень важно. Еще раз подчеркну, сохранить вот ту память о той страшной кровопролитной войне. Диктант победы написали и в Омской академии МВД. Больше ста человек. Это студенты, сотрудники и ветераны органов внутренних дел. В УЗИ уделяют большое внимание изучению истории. Поэтому отметили начальник академии Сергей Буряков. Все, кто сегодня осел за парты, готовились и наверняка покажут высокие результаты. Из 25 вопросов только 15 с вариантами ответов. Еще к 10 их нужно было написать самостоятельно. Например, расположить события в хронологическом порядке или узнать, о каком городе идет речь. Часто замечаю, что кто-то пренебрегает данными знаниями, считает их не такими важными. Я считаю, что история – это один из важных предметов. Главное – не переживать, попробовать свои силы. Россия – это наша страна. Мы должны знать свою историю, свои корни, те подвиги, которые совершали наши предки, наши деды. Диктант Победы писали сегодня в 85 регионах страны и в 23 государствах мира. За парты сели в Мексике, Португалии, Франции, США. Здание проверили больше 100 тысяч человек. Результаты участники смогут посмотреть уже в ближайшие часы. На официальном сайте акции диктантпобеды.рф Мгновение победы на снимках омских фотографов. За самые трогательные кадры с празднования 9 мая сегодня наградили лауреатов областного конкурса. Первое место за серию работы о ветеранах получил Алексей Мальгавка. Жюри оценило его пронзительную фотографию за боевых товарищей. Ее фотограф из старой сделал несколько лет назад, когда встречал 9 мая в гостях у ветеранов Великой Отечественной в селе Екатериненское. Это день победы, да, это как бы в моем репортаже был такой центральный сюжет. Среди прочего вот такой классический сюжет, когда ветераны как бы упоминают своих ушедших, не вернувшихся с войны. Сюжеты этих фотографий, конечно, они трогают за живое. Это и связь поколений на этих фотографиях совсем уже пожилые ветераны со своими уже правнуками. Это и мероприятия, многочисленное количество которых в Омском регионе проводится, посвященных Великой Отечественной войне. Это и бессмертные полки, парады и победы, эмоции людей, которые в них участвуют. Конечно, омские фотографы, они очень профессиональные, и, я говорю, и легенды журналистики, и молодые, все постарались. Из 600 присланных работ жюри выбрало 75. Сейчас фотографии можно увидеть на выставке к юбилею Победы в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Подвиги мечей на фронте увековечили в граните. В Парке Победы сегодня открыли стылу памяти воинских формирований региона, которые участвовали в сражениях. На пяти каменных колоннах 56 табличек с названиями дивизии. Никита Смирнов продолжит. Родина моя, березки в небе, журавли. Родину мою зрители слушают, затаив дыхание. Кажется, этого торжественного момента открытия стылы памяти они ждали много лет. Мемориал установили по инициативе городской организации «Совет ветеранов и пенсионеров». Общественников поддержали в мэрии и Омском горсовете. Сначала шла работа над историческим содержанием, сбор архивных справок, уточнение данных о воинских формированиях. Затем начался этап проектирования, воплощения задумки. И здесь надо отдать должное, что тоже много творческих наших личностей приняли участие. И обсуждался очень активно проект с ветеранами. На гранитных стелах 56 табличек с названиями воинских формирований. Все они отправлялись на фронт из Омской области. К победу на передовой ковали бойцы автороты, стрелки, кавалеристы, медики, связисты. А мечи участвовали во всех крупных военных операциях, таких как Курская дуга. Отбивали у немцев блокадный Ленинград, держали оборону Сталинграда. И, конечно же, наступали на Берлин. Надо, чтобы мы постоянно напоминали нашему подрастающему поколению о том, какой вклад в победу унес Советский Союз. И о том, что надо обязательно помнить об этом и знать, чтобы уметь защищать позиции нынешнего времени, защищать подвиг советского народа в такой чрезвычайно сложной и тяжелой обстановке. Территорию, прилегающую к Стелле, обустроили в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды. К мемориалу ведут асфальтированные дорожки. Здесь посадили цветы и оформили газонную часть. Работы обошлись в более чем 3,5 миллиона рублей. По другим новостям теперь привиться от гриппа мечи смогут даже по пути в магазин. В Омске появится 5 медкабинетов на колесах. Приедут в город они уже послезавтра. Об этом в прямом эфире сообщила министр здравоохранения региона Ирина Солдатова. Она стала гостью утренней программы на радио Монте-Карло-Омск. Процедурные на колесах разместят у торговых центров и кинотеатров, а также на бульваре Победы. Принимать горожан они будут с 10 утра до 8 вечера. При себе нужно иметь полис УМС, паспорт и подписанное согласие. Его можно оформить прямо на месте. Ну а непосредственно перед вакцинацией придется пройти термометрию. Медики должны убедиться, что человек здоров и не имеет признаков респираторных заболеваний. Акция продлится до конца сентября. Это наша российская вакцина, которая делает уже много-много лет. Вакцина делается по рекомендации ВОЗ. Каждый год исследуется новый штамм. Она абсолютно безопасна. Побочных явлений нет. Осложнений нет. Заболеть от этой вакцины нельзя. И это краткое, быстрое, временное, скажем, уделение внимания своему здоровью. Это в течение 10-15 минут будет проводиться вакцинация. Но вы защитите себя. Что касается поликлиник, не исключено, что они будут работать и в выходные. Сейчас, по словам солдаты, выгородские медучреждения постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Прием ведут не только терапевты, но и узкие специалисты. С 1 сентября также начали оказывать высокотехнологичную помощь. Можно пройти диспансеризацию. Разумеется, после пяти месяцев ожидания мячи массово потянулись в клинике. Очередь занимают задолго до открытия. Чтобы развести потоки людей, работу медучреждения могут изменить. Днем приема, возможно, станет и суббота. Понимаем, что необходимо усиливать меры для того, чтобы больше врачей сидели на приемах, чтобы было больше доступа к узким специалистам. Мы будем разводить потоки. И это будет также с вакцинацией против гриппа аккумулироваться и учитываться. Мы будем по возможности привлекать и других специалистов, чтобы они с утра находились на рабочих местах и продлевать время приема. Рассказала Ирина Солдатова о том, как будет проходить госпитализация. Понадобится отрицательный тест на ковид. Пройти анализ можно будет бесплатно в поликлинике по месту жительства и не равнее, чем за 7 дней до отправки в больницу. Что касается второй волны коронавируса, пока делать прогнозы, по мнению министра, рано. В регионе стабилизировалась эпид-обстановка. Число выздоровевших достигло почти 80%. Однако ситуация может измениться уже через две недели. Связано это со снятием ограничений. Если люди не будут соблюдать масочный режим, новая вспышка не исключена. Прокомментировала Ирина Солдатова и негативные сообщения в свой адрес. Министр считает, что хейт прежде всего связан с тем, что она не коренная амичка. И хотя в депрессию чиновница, по ее словам, не впадает, тем не менее подобные высказывания в соцсетях крайне неприятны. Однако есть и конструктивный негатив. С помощью некоторых комментариев Солдатова узнает о проблемах, волнующих жителей региона. И тут же начинает разбираться в ситуации. Министр отметила, что старается по максимуму отвечать на сообщения. В Сибирском дерби лидерство чаще всего за авангардом. В 39 матчах ястребы надержали 16 побед. В общей сложности заколотив в ворота Сибири 101 шайбу. В то время как соперник забросил только 74. Предстартом сезона новосибирцев, как и другие команды КХЛ, подкосил коронавирус. В команде было 11 положительных результатов. И это однозначно скажется на сегодняшней игре, предположил хоккейно-обозреватель 12-го канала Андрей Блохин. Вот его прогноз на игру. Они переболели позднее, чем авангард, и это должно сказаться на качестве игры. То есть авангард должен превосходить своего соперника физически. Вот на это я надеюсь, на это я и ставлю. И на то, что сегодня молодой нападающий, наша молодая надежда, Егор Ченахов забросит свою первую шайбу в КХЛ. Пока вот, насколько я знаю, решается вопрос, с кем он в звене выйдет, с Зерновым или Толчинским, или все-таки с Семеновым и Шумаковым. И, по моим данным, тренерский штаб склоняется в сторону второй версии. Итак, мой прогноз. 2-0 или 3-1 в пользу авангарда. Болеем за ястребов. Как сложится матч, кто еще может стать героем Сибирской дерби, полный расклад. Андрей Блохин представит в программе «Овертайм». В эфир она выйдет сегодня, как раз перед матчем «Авангард Сибирь». Мнение, эксклюзивные комментарии, только достоверные инсайды. Все это в 20-15. Не пропустите и болейте за авангард. Тем временем, многочисленная армия болельщиков уже готова к матчу. Кто-то будет смотреть прямую трансляцию на 12-м канале. Она начнется в 22-15 по омскому времени. Комментировать игру, как всегда, будет Максим Гречанин. А кому-то повезло поболеть за любимую команду на трибунах арены Балашихи. Но вне зависимости от своей геолокации, все фанаты едины в пожеланиях и напутствиях. В преддверии сезона 20-21 хочется пожелать команде побольше голов, меньше пропускать, вратарям больше сейвов, лучшей реализации большинства, меньше травм. В идеале вообще без травм. Мы за вас очень болеем, ребят. Ждем в Омске. Наконец начался, как никогда, долгожданный хоккейный сезон. И значит, нас ждут игры любимого хоккейного клуба «Авангард». Теперь, когда количество зрителей на аренах ограничено, нужно понимать, что для команды важен каждый болельщик, каждый голос. И поэтому нужно позаботиться о билетах, заранее приобретать их, идти на арену, поддерживать свою команду. Либо смотреть матчи на любимом телеканале с лучшим телекомментатором. Вперед, «Авангард». Вперед, к победам. Ура, мы наконец-то начинаем сезон. Мы очень надеялись, верили, что ничего не помешает хоккеистам выйти в сентябре на лед. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Будет на трибунах меньше болельщиков, чем хотелось бы. Но мы будем стараться так же громко, шумно поддерживать наших ребят. Команде хотелось бы пожелать больше побед в новом сезоне, успехов, меньше травм, больше забитых шаг, меньше пропущенных. Выходить на лед, биться за победу, за Омск. Итак, 22.15, 12 канал. Смотрим хоккей и болеем за наших. Три старых авто, несколько десятков тысяч рублей и свободное время. Жители Называевска сконструировали в гараже «Монстер Трак». Специальную версию автомобиля на огромных колесах. Но не для гонок и прыжков, а для помощи родному городу. Где не пройдет человек, проедет этот автомобиль. Денис Ионас в этом убедился. Сердце этого авто «Франкенштейна» стучит как новенькое. Хотя ему уже больше 20 лет. Мотор когда-то давал жизнь УАЗу. Старенькое авто Олег Герасимов купил у знакомого. Так же, как «Красную Волгу» и «ГАЗ-66». Из него изъяли внушительные мосты. Колеса купил в интернете. Только необходимые детали и конструкции обошлись жителю Называевска в 150 тысяч рублей. Эксперименты ставили в гараже. И все не для развлечений. В Называевском районе сейчас большое потопление. В леса нигде у нас почти не заехать. Везде сыро. Приходится сооружать такую технику. Просто в зимние вечера, ну, было. Район маленький, заняться нечем. И все. Есть возможность, есть сварка, гараж. И решили создать такую технику. Такие машины грязи не боятся. Всю весну ребята гоняли по лесам и болотам. Никита Рожевский эти приключения снимал и выкладывал в соцсетях. Особенно ролики, что называется, зашли в ТикТоки. Два миллиона просмотров и 130 лайков. Никаких предложений о покупке не поступало за это время? Поступали. Но я не соглашался. Если не секрет, за сколько? Они давали полмиллиона. Перед каждой поездкой технический осмотр. Если застрять в болоте, помощь может и не прийти. Все, колесо поменяли, можно ехать. Поехали. Ну что, еле так залез. Честно говоря, о комфорте здесь речи не идет. Но я так понимаю, что машина и не создана для комфорта. Конечно, машина для этого не была создана. Скажи, пожалуйста, какие-то технические характеристики? Сколько она разгоняется до сотни за сколько секунд? Или это не про это? С этими колесами это не про это сейчас вы говорите. Здесь, главное, здесь понижающие передачи, во-первых. Она не разгоняется до сотни. Максимальная скорость ее 60 км в час. Здесь стоят две раздатки. Из-за этого передаточное число занижается, считай, в три раза. Занижает мотор. Мотору намного легче. Посадка, как в танке. Кочки, колеи, спуски, бигфуту нипочем. А вот водители-пассажиры ощущают каждую преграду. Ребята бы и рады показать свою разработку в других районах или в городе. Но выезд на трассу на таком авто – нарушение правил дорожного движения. На дорогах общего пользования подобным машинам въезд заказан. Денис Сеонос, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И смотрите далее в программе. Шесть часов под прицелом автомата. В День солидарности в борьбе с терроризмом в Омске вспоминают самые страшные теракты. Свободных билетов все меньше. Кинотеатры готовятся к открытию. Зрители штурмуют кассы. И ставьте на повтор. В соцсетях сегодня жгут костры рябин и листают календарь. Сегодня Россия вспоминает погибших в Беслане. 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу. И два с половиной дня удерживали в заминированном здании 1100 заложников. В детей, их родителей и учителей. На третий, после серии взрывов и пожара, спецслужбы решились на штурм. Во время перестрелки пленники начали выбегать из школы, что только усложнило операцию по их спасению. Погибли 314 человек, из них 186 дети. Почти 800 бесланцев получили ранения разной степени тяжести. В память об этих трагических событиях. 3 сентября в России объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Ему были посвящены уроки, которые сегодня провели для школьников региона. О самых громких терактах в истории Омска и людях, благодаря которым удалось избежать жертв Денис Жарков. На уроке в 13-й школе звучат имена не ученых и писателей. Вспоминают Марка Юния Брута, Александра Ульянова, Усамо Бен Ладена. Тема лекции – терроризм. От убийства Юлия Цезаря до захвата школы в Беслане. Занятие в годовщину событий в Северной Осетии организовало региональное управление ФСБ. В самом Омске, а также в районах области – Тарском, Черлакском и Селькульском, где действует подразделение службы. Основная задача данных уроков – рассказать детям про разные формы терроризма, про угрозу террористическую, про случаи терроризма, в том числе и на территории Омской области. То есть рассказать, что даже несмотря на то, что мы находимся в глубине Сибири, у нас очень мирный регион, такая угроза существует в том числе и для нас. Самый громкий и жуткий эпизод – захват детского сада на улице Рабиновича в 93-м. Террорист шесть часов удерживал в заложниках маленьких детей, поля из обреза и угрожая самодельной бомбой. Требовал деньги и самолет. Лайнер подготовили, правда, с сюрпризом. В нем преступника ждали сотрудники ФСБ. В составе группы был и Валерий Тулин. Наша задача была разместиться в самолете для того, чтобы террорист не понял, ему предоставили готовое к вылету судно без сотрудников спецслужбы. Он чувствовал себя в безопасности и в нужный момент произвести его задержание и нейтрализацию. Прождали несколько часов, пока не услышали команду «Отбой». Террориста удалось взять еще в детсаду. Участвовал Валерий Тулин и в другой операции по освобождению заложников. В 97-м году кавказские предприниматели, обманутые омскими партнерами по бизнесу, захватили автобус с пассажирами. После переговоров злоумышленники сдались добровольно. Стрелять не пришлось. А это самая зрелищная часть открытого урока. Силовики продемонстрировали школьникам оружие и экипировку. Снайперский винторез, револьвер «Ворчун», оружие для идеального убийства без шума и следа. Бронежилет, который способен защитить от очереди из автомата Калашникова. И сам калаш затюнингованный под завязку. Каждый сотрудник усовершенствует автомат Калашникова под себя. Есть раскрас определенный для именно песчанки или лесного рельефа. Обязательно стоит коллиматор, потому что упрощает это прицеливание. Меняется обязательно приклад телескопический, для того, чтобы было удобно делать прикладку для каждого индивидуально. К удовольствию ребят им разрешили примерить снаряжение, побряцать оружием и сфотографироваться со всем этим великолепием. Отличные получатся аватарки для социальных сетей. Денис Жарков, Сергей Никифоров, 12 канал. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 12 канал подготовил документальный фильм о событиях 2005 года в Нальчике. 15 лет назад на столицу Кабардино-Балкарии напали больше 200 боевиков. Атаковали здания аэропорта, погранотряда, управление ФСБ, МВД в Синцентрате. 35 сотрудников правоохранительных органов были убиты, 129 ранены. Погибли 14 мирных жителей, 115 получили ранения. 58 террористов были осуждены. Один из них сегодня отбывает наказание в исправительном учреждении в Омске. В основу фильма легла исповедь боевика о причинах, которые побудили его взять оружие, о том, что он раскаялся и как планирует искупить свою вину после того, как выйдет на свободу. Все мы несем ответственность за наши действия. И как это в любом государстве, за преступления такого характера надо отвечать. Вот поэтому я нахожусь здесь. Возможно, кто-то не поддержит. А кто-то скажет, образумится там, или, я не знаю, услышит меня, потому что... Ну, живой пример. Документальный фильм «Исповедь террориста» смотрите на сайте 12 канала и в наших социальных сетях. Ни одна бабочка не пострадает. Омским общественникам сегодня подробно рассказали о преобразованиях, которые ждут дендросад и мини-гензе. Слушание организовала региональная Минприрода. Для того, чтобы услышать доводы выступающих, не обязательно было приезжать в ведомство. Слушание транслировали онлайн. Речь шла о заброшенной территории площадью почти в 100 тысяч квадратных метров. На этом участке власти планируют создать рекреационный комплекс. То есть сделать участок зоной отдыха. Прежде всего для пенсионеров и молодых мамочек. Сейчас в этой части сада повсюду сухая трава, ветки и строительный мусор. После благоустройства территория может стать новым центром притяжения. Однако пока какие-либо работы здесь производить строго запрещено. Объект находится в статусе памятника природы. И как выяснилось на слушаниях, многие мечи против того, чтобы это почетное звание меняли. Свою позицию аргументируют тем, что как только земля станет не особо охраняемой, на ней тут же начнут строить коттеджи или торговые центры. Минприроды еще раз подчеркнули, власти не заинтересованы в том, чтобы на месте парка появилась новая долина нищих. На особо охраняемой природной территории парк Старозагородный. Не будет никакой жилой застройки. Эта особо охраняемая природная территория выведена из хозяйственного оборота. Это будет рекреационная зона. Все живое, что там есть, будет максимально сохраняться и благоустраиваться. Только зеленая зона и больше ничего другого мы не видим в этом месте. Мы хотели бы максимально вовлечь общественность в создание концепции создания парка. Что же видят жители там? Ну и, конечно, любое вмешательство пройдет экологическое заключение для того, чтобы оценить степень его воздействия на территорию. Большинство участников слушаний и планы Минприроды все-таки поддержали. Общественники уверены, по вымощенным освещенным дорожкам гулять будет куда приятнее, чем по бурьяну. Тем не менее, право высказаться предоставили всем. Перед началом слушаний людям раздали специальные анкеты, в которых они могли адресовать свой вопрос чиновникам. Все мнения будут изучены и переданы в городскую администрацию. Следующее собрание пройдет в мэрии. Предварительная дата 9 сентября. После состоится еще одна экологическая экспертиза. И только тогда будет принято решение, менять статус или нет. Отмечу, эксперты из Хабаровска, которые проводили предыдущие исследования, заключили, что перевод памятника природы в рекреационный комплекс целесообразен. В день открытия будут аншлаги. Омские кинотеатры готовятся возобновить работу. На сайтах киноцентров сейчас обновляют расписание и открывают продажу билетов. В афише больше десятка картин. Это голливудские отечественные блокбастеры, семейные приключенческие ленты, а также полнометражные мультфильмы и видеоверсии концертов популярных иностранных исполнителей. На некоторые сеансы билеты уже раскуплены. Что в очередной раз доказывает, мячи соскучились по большому кино. Мы открыли 2-го числа продажу билетов и бронь. Ну есть, покупки есть, мы оповестили в сетях, движение началось. Я думаю, что прям сегодня будет после обеда такой заметный интерес. И завтра. Расписание раз, соскучились два. И третье. Может быть там кто-то и недоволен погодой, но для нас это настоящая киношная погода. Чем хуже на улице, тем лучше у нас. В кино зрителям придется соблюдать уже ставший привычным масочный режим и социальную дистанцию. Сидеть в залах рядом можно будет тем, кто сразу купил билеты на пару или на семью. Попкорн не запрещен. Продавать киношный перекус на вынос будут кафе в досуговых центрах. Но порционно. Его заранее расфасуют по ведрам. Они будут, как раньше, набирать при посетителях из одного аппарата. И последнее. Время жечь костры рябин, переворачивать календари и шуфутить. Соцсети сегодня с утра заполнены мемами, посвященные песне Михаила Шуфутинского. Третье сентября теперь называют шуфутиновым днем, когда нужно жечь костры рябин и спрашивать, ну почему. Интересно, что сам певец тоже поймал волну хайпа. Выложил пару постов, в которых поздравил подписчиков и даже снял несколько шуточных мини-клипов. Я календарь переверну, и снова третий сентября. На фото я твое взгляну, и снова третий сентября. То, что Шин Санье действительно сегодня на пике популярности, подтверждает и его инстаграм. Подписчиков только за последние часы стало больше на 12 тысяч, и их количество продолжает расти. Для своих фанатов исполнитель народного хита в 21 час по омскому времени планирует провести прямой эфир. Вживую споет хит сегодняшнего дня. К слову, массовая любовь к песне вышла из-за предела интернета. Так, в Красноярске жители нарисовали 300 изображений главного переворачивателя календарей. А в Воронеже умудрились составить портрет Шин Санье из автомобилей. Но находятся и те, кто выступает категорически против. Так, жители культурной столицы Санкт-Петербурга создали петицию, в которой просят запретить песню. А также все связанное с ней шутки на законодательном уровне. Кстати, во Вконтакте и ленте новостей все записи со строчками из песни отмечены специальным предупреждением. А во вкладке клипа даже появился хэштег «Не 3 сентября». Его можно добавлять к постам, не связанным с песней мемом. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях Вконтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Майонез Мерси. Смотрите, как яйцо простое превращается в майонез золотистый и густой. Майонез классический Мерси. Скорей к столу неси. Пропала собака в Амурском поселке. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Телефон 8962-039-95-99. Требуются сварщики на полуавтомат и слесари по сборке металлоконструкций. Не вахта. Телефон 213-777. И о погоде спонсор прогноза и посевкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра, 4 сентября, в Омске пасмурно. Ночью плюс 8, плюс 10. Днем 9-13 градусов тепла. В области дождь. Ночью 6-9. Дневная температура до плюс 12. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Осенью поставь теплицу в огород. Сосед весною ждет тепла, а у тебя уже растет. Выставка продажи теплиц в Омске. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Таковы новости этого четверга. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин